Да, мы всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это четвертая неделя на дефиците калорий, и сегодня день первый. Я решила поснимать в таком влоговом формате эту неделю. Не знаю, что из этого получится. Пробую, экспериментирую. Я только что вернулась из магазина, купила некоторые продукты. Сейчас я вам их покажу. Купила некоторые овощи. Зачем-то купила сушеный абрикос, если честно, сама не знаю зачем. Взяла вот это ассорти компотное, потому что уже в течение нескольких дней в трех магазинах нет нигде моей любимой свежезамороженной клубники. В общем, буду заменять этим ассорти. И купила вот такое вот мясо голени. Голень я у индейки еще ни разу не пробовала. Надеюсь, что она окажется нормальной. Просто дело в том, что индейка, она имеет для меня специфический вкус, который мне не очень нравится. Но я до этого ела у индейки только всегда именно филе. А голень я не ела. И поэтому я не знаю, будет она мне опять-таки с этим вкусом или нет. В общем, буду пробовать. Я приблизительно уже прикинула, что я буду готовить. Но я это ни разу не готовила. И как это будет по вкусу в итоге, я не знаю. Но я предполагаю, что нормально. И я вам сейчас, собственно, все покажу. Так, птички мои, смотрите, я уже подготовила все ингредиенты, которые мне будут необходимы. Я взяла все овощи, которые у меня были, которые можно запечь. Это репчатый лук, шампиньоны, болгарский перец и кабачок. Дальше мясо, голени, индейки, соевый соус и сметана. Я сейчас это буду все резать в хаотичном порядке. И дальше покажу вам. Я уже нарезала все овощи. Резала я их достаточно крупно. Нарезала вот индейку. И я овощи резала сразу в чистый целлофановый пакет. Вот так это выглядит. И сюда я сейчас также добавлю мясо. Но перед этим я беру соевый соус, ложку, и добавляю сюда. Я думаю, что у трех ложек будет... Нет, наверное, четыре ложки добавлю. Четырех ложек будет вполне достаточно. Так, теперь я беру сметану. Но для того, чтобы нам понять, сколько сметаны мы добавляем, здесь нужно использовать кухонные весы. Берем уже другую чистую ложечку и добавляем сметану. Я делаю на самом деле все на глаз. И думаю, вот таких вот больших двух ложек будет вполне себе достаточно. Весы показывают 63 грамма сметаны. Затем я беру черный перец. Я всегда его прям побольше добавляю. Он мне очень нравится. В целом весы нам уже не нужны. Их убираем. Затем я беру вот этот вот чеснок сушеный. Почему сушеный? Потому что от свежего, даже если он термически обработан, у меня зачастую очень сильно начинает болеть желудок. А от сушеного почему-то так не происходит. Поэтому я использую его. Вы, естественно, можете использовать свежий, если вы можете его есть. Чесночка тоже прям побольше. Соль я добавлять не буду, потому что мы уже использовали до этого соевый соус. Там уже по факту приготовления, если будет не соленое, каждый пусть сам себе подсаливает. Дальше я беру этот пакет. Пока без мяса. Я делаю вот так. И я начинаю делать вот так. Все. Уже все идеально. Да. Уже все идеально у нас там перемешалось. Слушайте, пахнет уже очень вкусно. И дальше я добавляю индейку. По сути, индейку можно было добавить сразу. Но я, если честно, боялась, что немножко не хватит места в пакете. Но так как его достаточно, мы сейчас будем перемешивать все точно так же. Все. А теперь у нас уже полностью все готово, перемешано. Дальше я достаю форму для запекания. У меня это вот такая вот будет форма стеклянная. Я просто сейчас все содержимое этого пакета переложу в нее. Оу. Это так выглядит прекрасно. И из пакетика вот так вот еще. Все сюда. Господи, я как будто бы корову даю. Все готово. Все-таки мясо немножечко я вот так еще распределю руками. Смотрите, получается вот такая вот красота. Надеюсь, видно. Получилось достаточно много. И я сейчас буду это все отправлять в духовку. Она у меня уже включилась. Нагревается на 180 градусов. Я не буду накрывать фольгой. Я не хочу вот этого эффекта пареных овощей тушеных. Я хочу, чтобы, наверное, даже вот как возможно это зажарилось. Ну и сообщу вам, сколько времени у меня ушло для того, чтобы это все приготовилось. Смотрите, я, естественно, все продукты, которые сейчас использовала для приготовления этого блюда, после того, как я их почистила и вымыла, я их взвесила. Каждый продукт. Я это все записала. Я вношу это все в свое приложение FatSecret. И для того, чтобы узнать, сколько у нас вот это многокомпонентное блюдо будет весить на 100 грамм, мы используем следующую формулу. Я ее узнала буквально неделю назад, когда заинтересовалась этим. Все просто. Общее количество калорий от всех продуктов мы должны разделить на общее количество грамм от всех продуктов. Калории делим на граммы и получаем цифру. Обычно это цифра 0,9, 0,8, 0,5. Ну, в зависимости, в общем, от ваших граммовок калорий. Допустим, это было 0,9. Это значит, в одном грамме столько калорий. Когда вы начинаете накладывать себе блюдо, допустим, вы наложили себе 100 калорий, в эти 0,9, да е-мое, 0,9 вы умножаете на 100 грамм. Либо на 150 грамм, если вы себе столько положили, либо на 200 и так далее. Если это 100 грамм, вы понимаете, что у вас 90 калорий в 100 граммах этого блюда. Понимаете? Если я, может быть, как-то не очень понятно рассказала, просто прогуглите. На самом деле это все очень легко делается. Я теперь пользуюсь такой схемой, потому что, чтобы что-то пытаться более-менее разнообразное готовить, это, естественно, всегда многокомпонентные блюда. И я просто уже не могу постоянно столько времени тратить для того, чтобы готовить себе еду. Естественно, если я что-то начинаю теперь уже готовить, я готовлю это на несколько раз поесть. И из-за этого мне приходится прибегать к этой формуле для того, чтобы высчитывать, сколько же калорий я съела в тот или иной прием пищи. Вот. Итак, прошел час. Я уже проверила, блюдо готово. И сейчас мы его будем с вами доставать. Посмотрите, как это чудесно выглядит. О, сколько сока от овощей. Мне нравится, что оно подрумянилось. Вы только посмотрите, девочки, какая красота. Да, если бы я могла только передать вам этот чудесный аромат. Как жаль, что пока еще такого не придумали. Так, я уже высчитала всю калорийность этого блюда на 100 грамм. Я оставляю сейчас на экране все свои расчеты, те граммовки для того, чтобы вы могли повторить при желании такое замечательное блюдо. Ставьте на паузу, делайте скриншоты, чтобы не потерять. Это был второй день, когда я делала тренировку почти на 30 минут, но почему-то у меня видео записалось не полностью. Это только этот фрагмент, который уже был, можно так сказать, что в конце тренировки. В описании к этому ролику я буду прикреплять все ссылки на видео, по которым я занималась. Буду указывать, в какой день какую тренировку я делала. Эта тренировка для меня оказалась достаточно сложной. Я сразу почувствовала, как у меня начали болеть мышцы, живота. И в конце у меня уже тряслось все тело от напряжения. Итак, уже наступил третий день. На самом деле настроение и состояние не очень хорошее, но нужно собраться. Что мне обычно помогает в такие периоды? Навести порядок в первую очередь в своей голове, в своих мыслях. Я это только что уже сделала. Вот. С помощью этого блокнота и ручки. И на самом деле уже как будто бы стало получше. Затем нужно навести также порядок в пространстве, в котором я нахожусь. И после этого привести в порядок уже саму себя. Работает безотказно. Мне до сих пор обидно, что вчерашняя тренировка почему-то полностью не снялась. Я так и не поняла причину, если честно. Что хочу сказать. У меня после нее сегодня болят мышцы пресса, ягодиц и ног. Болят так не особо сильно. И сегодня еще тоже планирую сделать тренировку. Если, конечно, у меня хватит на это сил после всего того, что я хочу сделать. Для вас на видео сейчас придет несколько секунд. Для меня прошло больше двух часов. Я убрала всю квартиру. После чего я пошла сразу, сделала одну небольшую тренировку. Она тоже была на живот. Хотя после уборки уже, конечно, хотелось просто пойти и принять ванну. Но я нашла в себе силы. Все, я закончила только что делать тренировку. Я уже сейчас чувствую, насколько сильно болят у меня мышцы живота. Думаю, завтра я буду ощущать это еще больше. Сейчас у меня в планах пойти принять ванну с пеной, с магниевой солью. Я буду делать себе разные маски, скрабы. Потом после этого я намажусь просто всеми кремами этого мира. Потому что у меня ужасно шелушится кожа. И такое происходит и зимой, и летом. Но зимой, конечно же, в особенности. Я сейчас хочу попробовать использовать вот эту вот маску для лица от Fruity. В целом, именно конкретно маски для лица от этого бренда я еще никогда не использовала. Но все, чем я пользовалась до этого от Fruity, мне очень-очень нравилось. Поэтому я думаю, что эта одноразовая масочка тоже должна будет быть хорошей. Надеюсь. И, кстати, про магниевую соль. Я вам сейчас покажу свою. У меня вот такая вот магниевая соль. И что я хочу сказать. Она действительно помогает при отеках. Помогает бороться с отеками. Ну, наверное, не конкретно прям эта соль от этого бренда. Но в целом магниевая соль, она должна бороться с отеками. И просто эта соль была первой, которую я попробовала. И я, правда, увидела эффект. Поэтому, если вы отечные, возьмите себе на заметочку, что, вот, кажется, 20 минут нужно лежать в ванне с магниевой солью. Но только, смотрите, там нужно погружаться в воду вот так вот до сердца. Ну, в целом, можно всю информацию найти либо в инструкции к соли, либо в интернете. И сейчас, пока моя ванная будет набираться, я хочу стереть лак с ногтями. Я, наверное, не буду красить ничем ногти. Они у меня ужасно выглядят после уборки. Все облупилось. А я ненавижу этого. Я, наверное, сейчас просто сотру лак. И пока ничем не буду красить ногти. У меня как-то нету на это желания. Ну, а мы с вами, дорогие мои, увидимся, наверное, уже завтра. А, кстати, что я вам еще хотела сказать. Я сейчас поняла, что у меня закончился мой скраб для тела. Вообще, все скрабы у меня закончились. Остался только такой разогревающий. Но его нельзя использовать по всему телу. И что я сделаю? У меня есть кофейная гуща, потому что я всегда пью кофе зерновой. И когда я его варю, у меня всегда остается вот эта вот гуща с него. И я сейчас именно из него и сделаю себе скраб. Я просто беру гущу кофейную и еще добавлю мед. И на самом деле это супер классное средство, как скраб, просто абсолютный восторг. Я очень много лет назад постоянно так делала. Пользовалась просто этой кофейной гущей, добавляя туда мед. Кто-то, я знаю, добавляет в кофейную гущу гель для душа. Но я как-то так раз пробовала делать, у меня начинает щипать все тело. Мне это почему-то не подходит. Не знаю. Вот. Поэтому, мне кажется, правда, об этом знают уже абсолютно все. Но если вдруг вы об этом не знали, как-нибудь попробуйте. Я вам рекомендую.